здравствуйте уважаемые подписчики все знают что навоз это большая ценность для садоводов и огородников и многие особенно начинающие думают что навоз это вот ну прям вот все для питания растений но от навоза бывает и вред и бывает так что внесли навоз и получили на выходе не тот результат который ждали а получили чахлые растения и вообще растение могут погибнуть так вот сегодня разберем в чем вред навоза навоз это фекалий травоядных животных и ценный вот именно навоз травоядных животных свиной навоз лучше вообще не применять в сельском хозяйстве навоз содержит большое количество азота содержит калий содержит практически всю таблицу менделеева микроэлементов в навозе очень мало кальция в навозе очень мало фосфора в навозе больше всего азота калия и метана и свежий навоз вот когда он перегнивает метан выделяется он может нагреться до температуры плюс 60 плюс 80 градусов и если вот свежий навоз внести под растущие растения под живые растения они даже не в почву то тогда корни просто-напросто сгорят для того чтобы навоз принес пользу из него нужно удобрение приготовить и самый простой метод приготовления удобрений это дать ему перегнить а это будет не месяц это будет не год а это будет 23 года вот тогда из навоза получится вот именно хорошее удобрение что такое перегнивание навоза в почве вот в навозной куче будут размножаться почвенные микроорганизмы они будут поедать навоз и на гора выдавать нам компост вот он-то лишён очень многих негативных свойств навоза некоторые думают что навоза мало не бывает и даже не то что навоза а перегноя мало не бывает и сыпет его под все культуры без разбора в любое время года и в неограниченных количествах а перегной из навоза очень концентрированные удобрения и почва получается перенасыщены питательными элементами а это не очень хорошо это вот те самые нитраты которые попадают в нашу тарелку из овощей некоторые думают что нитратными овощи могут быть только лишь когда они перекормлены минеральными удобрениями но и если вы слишком много добавили органических удобрений те же самые нитраты будут в овощах навоз и перегной лишены кальция и за счет того что там много азотных соединений он сильно закисляет землю если вы каждый год и особенно в больших количествах вносите навоз в землю то земля постепенно становится кислой кислую почву даже средне кислую почву не любят практически никакие растения их можно люди растения которые любят кислые почвы можно перечитать по пальцам это единицы все съедобные вот овощные культуры ягодные культуры любят в крайнем случае слабо кислый либо нейтральной почвы поэтому если вы вносите навоз почву то обязательно нужно ее известковать но что самое интересное а перегной от органическое удобрение с известью одномомента вносить нельзя их нужно разводить то есть их нужно вносить либо навоз осенью или перегной осенью раскислять весной либо наоборот навоз это как я уже говорил фекалии травоядных животных и они эти животные поедают траву вместе с семенами а оболочка вот у наших местных сорняков настолько проще прочное что она не переваривается в желудке вот этих травоядных растений и семена сорняков выходит вместе с фекалиями причем они будут лежать в компостной куче они будут вот в этом перегною лежать и они будут лежать до тех пор пока не наступит благоприятное время для их прорастания а семена некоторых сорных трав могут пролежать в земле до 40 лет не теряя схожесть поэтому когда вы вносите а перегной и компост вот из перегнившего навоза будьте готовы к тому что у вас появится много сорняков а некоторые сорняки станут для вас новыми и вы будете мужественно полоть но с этим ничего не поделаешь полоть придется навозная куча является домом для многих вредных насекомых в первую очередь медведка медведка любит богатый органик и рыхлой почвы жук щелкун и личинка майского жука вот это все что вы можете занести вместе с перегноем на свои участки и вот даже этих трех вредителей достаточно для того чтобы борьба была с ними упорной и не всегда мы выигрываем в борьбе вот с этими почвенными насекомыми почему с ними бороться очень сложно потому что они зим живут земле никакие опрыскивания против них не работают только приманки найдет насекомые приманку или нет еще большой вопрос что делать навоз обязательно нужно применять но внесение 3-4 килограмм перегноя на 1 квадратный метр достаточно для того чтобы почва была плодородной в течение 3-4 лет поэтому не нужно каждый год ведрами в землю добавлять тот же самый компост но и тем тем более навоз во вторых после внесения навоза нужно будет почву раскислить и ни в коем случае чистый навоз вот свежий навоз вносить нельзя сделайте место для компостирования навоза дождитесь пока он хорошенечко перепреет а ускорить его созревание могут препараты для ускорения компостирования и вот даже за год вы сможете получить довольно-таки качественное органическое удобрение навоз я бы не назвала удобрением навоз это сырье для получения качественного органического удобрения но насколько бы качественно она не было все равно его добавляйте в меру и вот этот тот случай когда передозировка вот это вот с лишним большое добавление органики в почву принесет не пользу а вред встречались ли вы с негативным проявлениями навоза и компоста делитесь ваше мнение нам очень интересно ну а у меня на сегодня все друзья подписывайтесь на хитсад тв на ютьюбе канал для дачника и садовода